Добрый день! Меня зовут Астапчук Дмитрий. Я представляю громадскую инициативу «Антикоррупционный монитор». Этот проект называется «Громадская антикоррупционная экспертиза. Результаты в державных тендерах в Украине». Поскольку по роду нашей основной деятельности мы уже 3 десятых лет занимаемся определением владёжеспособности предприятий физических и юридических лиц, то мы поняли, что у нас есть алгоритмы, которые могут позволить проанализировать, добраться до каждого предъявителя государственного тендера и, скажем так, вытащить те маркеры, которые позволят определить коррупционные составляющие в его возможных действиях. После того, как Минэкоразвитие открыло данные по державным тендерам, ЗОВНИШТОРГУДАП выдаёт нам каждые сводные файлы по всем результатам государственных тендеров и система сейчас производит анализ, агрегацию этих данных и выдаёт в открытом доступе полностью наши, скажем так, данные по аналитике и депрессу. Здравствуйте все. Меня зовут Владимир. Я представляю проект OpenADV. В принципе, наш прототип может сейчас создать открытую базу рекламных конструкций в целом по разным городам или в целом по Украине. Сейчас мы уже успешно сотрудничаем с рядом, в том числе крупнейших в Украине, игроков наружной рекламы и, в принципе, очень хотим, чтобы те решения, которые есть отраслевыми для государственных властей, они должны быть, на наш взгляд, не менее удобными, чем те, которыми уже сейчас пользуются наши партнёры. В принципе, почему это важно? Я хочу, чтобы рассказал мой коллега Александр Плева. Доброго дня, Александр Плева. Ну, насправді, у нас фактично теж трішки антикорупційний кейс. Чому? Те, що складывается зовнішня реклама, відповідно до законодавства, данные мають бути відкритки. В каждом месте, каждый орган має відкрити данные, кто мает дозвіл, где мает размещаться реклама, конструкция яка. Тому, якраз за допомогою цієї платформи, яку ми хочемо наповнити данными за допомогою інкубатору «Дивітація-91», ми хочемо запропонувати цю платформу потім для користування усім органам законодавства влади, який має це робити за законодавством. А на готовній, я так розумію, ми будем просто допрацьовувати модуль, який дозволить громадянам відправляти електронні звернення до органів влади і дізнаватись, яка реклама є легальною, а яка реклама не є легальною. Дякую всім. Доброго ранку, я Марченко Юрій, дякую, що ми проспали. Я представляю проєкт «Стиски публічних озіб для фінансового моніторингу». Як ви знаєте, в Україні є антикорупційне законодавство, яке зобов'язує банки, страхові компанії, нотаріусів, багато хого, ідентифікувати клієнтів на належність до трьох великих груп – державних спустовців, керівники державних підприємств, керівники партійних органів. Цей закон дозволяє нам заробити. З одного боку він дає опис, який мусить бути продукт, це повинен бути список, з іншого боку він дає ринок. В ньому названі користувачі цих сервісів, які не роблять це самі, вони готові все купувати. Ми вже це продаємо, першу категорію державних службовців понад 40 мальчиків є нашими передбатниками. На черзі, і цим ми будемо займатися на Хакатонії, можна відпрацьовувати керівників державних підприємств і керівників партійних органів. Тим більше, що увага, і перші, і другі вже є в відкритому доступі, і їх можна хочао збрати. Для того, щоб їх брати, потрібен помічник, потрібні розробники, які вміють працювати з базами даних, забирати дані з мережі, працювати їх і викладати в мережі. Дякую. Доброго дня, мене звуть Вячеслав. Я представляю наш стартап, який називається «Бэнкс». Як ви бачите із названня, ми займаємося предоставленням аналитичної інформації Банком України на основі відкритих данних НБУ. Тобто, як нам кажеться, це можливість хорошо заробітати, раз і два, можливість видоизмінити економіку України таким образом, щоб банки несли як можна менше убыльков. Як ми знаємо, за прошлый год банковська система понесла около 70 млрд гривень убытков. Тобто, якщо, якщо аналитика, яку передоставляє НБУ, як відкриті данні, ми зможемо построити якусь отчетність на основі цього і передоставлять цю аналитику банку. Ми не зможемо, як хоча б один із 100 кейсів, який принес їм убыток в прошлом году, нивизировать, то в таком случае економіка України вигляється около 700 млн гривень дополнительних денег, які не будуть потеряні банки. Тобто, здесь вигады экономики очевидны. По поводу вигады коммерческой, як ми знаємо, аналитика НБУ остається на сайте, плюс там данные... Тобто, ми можем займатися аналитикой... Мене звати Евгений, я займаюся флюранскою а також журналистськими розслідниками. У нас є портал E-Data в UE, где можно всем, кто интересуется, где же у нас коррупція, как неэффективно используються средства, посмотреть все транзакции казначейства, куда тратятся наши деньги. Но, например, ботсад имени Гришка использует 700 тыс. на обогрев в декабре. И что это значит? Много это или мало? С чем сравнивать? И моя идея, мой проект, к которому я приглашаю разработчиков и соавторов, в том, чтобы можно было классифицировать информацию по типам транзакций, по направлениям деятельности, по географии, и анализировать уже гражданам, журналистам, журналистам, что это значит и насколько то или иное предприятие, область тратят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я представляю проект 007, пошукованная аналитическая система. Большинство из нас хотят стать миллионерами, а в Конституции уже сказано, что мы мы с вами властники этой страны. Нема публичных денег, есть наши собственные деньги. И наш продукт мае допомогти людине отметить, например, дочь куда ходит, моя дитина, школа куда ходит, сын, або предприятие, которое ремонтует мою дорогу, або там сельская рада, которая там фарбует, и получать каждый день или каждый месяц информацию по этим выбранным точкам. Сколько они получили транзакций, сколько запланировано, сколько витрачено, и это будет очень користо. Кроме того, будет карта потоку грошей по областям. Киев выделил для Чернигова, Чернигов потратил для нас. Такая реализована штука, которая поможет мне, как властнику державы, где мои кошки. АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро всем. Меня зовут Денис. Я хотел представить проект по финансовой аналитике использования публичных средств. К сожалению, об этом уже говорил Евгений Дмитрий. В английском варианте он называется гораздо проще антифрод. Кто знает, поймет, о чем речь. То, о чем упоминал Евгений, есть много информации, она не структурирована в данный момент. Часть информации отсутствует. В общем, все это делает невозможным ее правильное сопоставление. Кроме того, просто понять, что кто-то что-то не так использовать, этого мало. Есть журналисты, которые могут это расследовать. Есть полиция, есть антикоррупционный комитет и так далее. То есть основная идея сделать информацию максимально четкой, детальной, сравнимой. Сравнение сделать эффективности различных компаний, в том числе государственных, с последующей привязкой к расследованию. Сделать полностью больше вас до конца. Все, давайте я буду завершать круг. Меня зовут Евгений Саранцов. У меня две роли сегодня. Я ментор и вторая роль мы представляем проекту. У нас проект энергоэффективность. У нас очень простая задача. В Украине есть 80 тысяч государственных объектов, которые школы, садики, больницы. Мы хотим полностью эти 80 тысяч сделать по ним данных, собрать их за этот год. В 2017 году у нас стоит задача проводить уже тендеры по энергоэффективности этих объектов. В 2018 году я надеюсь, что Украина начнет меньше, в общем-то, тратить. Я уже вижу, что тут есть у нас коллеги, можно сказать. Да, поэтому МНД-чики уже точно у нас намечаются. Так что, давайте объединяться. Это делать, потому что у нас такая адмитерская большая роль. Я понял, да. Год назад был проект, хотели на детсадике ставить сенсоры влажности и температуру. Мы без сенсоров. У нас нет и времени, что в результате у нас нет. И еще такая очень маленькая ремарка. Знаете, хочется, чтобы Украина была такой, чтобы вот пользователи сервисов про антикоррупцию найти, поймать было все меньше и меньше, чтобы люди все-таки больше доверяли. У нас рост социальный капитал. Знаете, мы не охотились за всякими, кто там не так что сделал. Лучше мы будем жить, да? А Украина, чтобы мы им доверялись. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, господа, теперь у нас есть порядка десяти, пятнадцати, двадцати, как получится минут, чтобы индивидуальные участники присоединились к командам. Это уже как бы ваш личный переговорный процесс. Вольные участники, подходите к командам, которые вам интересны. И потом мы вас позовем на большое открытие главного зала. А можно еще одно оголошение? Если можно, то постите все свои пости с хештегом хештег 19,91, чтобы потом легче было найти. 19,91 инковата. Инковата? Нет, слишком тяжело. Нет, долго будут помилки просто 19... Хештегом 19,91. А просто права полиция. Права полиция. Это евреи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ